Всем привет, дорогие друзья! С вами Феосфан, и у меня для вас отличные новости! В Garden Tales наконец-то вышло долгожданное обновление на корейском сервере. На нашем европейском сервере эта обнова выйдет, предположительно, 20 сентября. Что ж, давайте посмотрим, что же нас ждет. Ну, во-первых, почему обнова долгожданная? Так это потому, что у нас в игру будет добавлена 15 глава, и мы наконец-то узнаем развитие сюжета нашей любимой игры. Тут, ребята, без спойлеров, кроме разве что тех спойлеров, которые разрабы сами поместили на эту страницу. Я так понимаю, мы встретим вот этих вот трех персонажей в ходе прохождения мира. Там будет что-то принцесса с рыцарем, наверное, отбиваться от стражников. И, ну, собственно говоря, я сам не играл, не смотрел, так что тут я вам рассказать ничего не могу. Но появление новой главы само по себе за собой ведет к появлению в игре еще нескольких вещей. Ну, во-первых, да, фиолетовые монеты, которые мы будем зарабатывать и тратить на различные подарки, а также ивентовый рифт, в котором можно будет получить, помимо камней эволюции, на нового героя, о котором мы поговорим чуть позже. Можно будет получить также еще и именное оружие на FMA. Ну, такое себе оружие, но, в принципе, если у вас его не было раньше, то будет полезным для прокачки коллекции. А также можно будет получить еще и желтый молоточек. Остальные награды вы, в принципе, сами видели. Кстати, обратите внимание на музыкальную тему новой главы, которая играет сейчас на заднем фоне, и на вот эту вот красивую девочку, которая у нас будет в баннере призыва. Но об этом, опять же, позже. А сейчас стоит сказать, что с появлением пятнадцатой главы у нас в игре также повысится и максимальный уровень ваших героев и оружия. Теперь это будет восемьдесят четвертый уровень без лимитбрейка и, соответственно, восемьдесят девятый уровень с лимитбрейком. И прокачать героев вы сможете до восемьдесят девятого уровня с лимитбрейком, если вы уже прошли четырнадцатую главу. Помимо этого, увеличат и максимальный уровень для ресурсных подземелий. Теперь это будет восемьдесят девятый уровень. А для зеркального рифта максимальный уровень теперь будет девяностый. И что единственное следует отметить, что с появлением новой главы, как ни странно, я ожидал, что вот здесь World Clear Pass расширится. По идее, он должен был расшириться, и нас должны были ждать такие же чумовые награды за прохождение миров с одиннадцатого по пятнадцатый, но этого не произошло. И я думаю, скорее всего, они все-таки как бы вот этот World Clear Pass расширят до пятнадцатого уровня позже, когда в игру будет добавлена шестнадцатая глава. Ну или просто в последующих обновлениях. Почему я так думаю? Потому что разрабы и так нехило нас задаривают призами вот в эту обнову. На минуточку, ребят. Нас ждет пятьдесят бесплатных призывов, что позволит вам легче вытянуть нового героя, если он, конечно же, вам приглянется. А помимо этого, еще нас ждет такой, как бы, так сказать, баннер с наградами за ежедневный вход. И здесь главными призами за первую неделю будет 2700 самоцветов, а за вторую неделю зеленый молоточек, что уже, по сути, довольно-таки немало. Ну, а что касается нового героя, друзья. Ах, да, друзья. И, кстати, у нас сейчас еще проходит событие. Если вы задонатите в игру и получите самоцветы именно посредством доната, то за эти задоначенные самоцветы вы сможете совершить крутку и гарантированно получить героя или же экипировку. Ну, а что касается в целом, какие герои у нас сейчас в баннере, стоит отметить, что это у нас такая обнова тьмы, потому что в баннере у нас будет Огма, Бет, Арабель, Клод, Лилит, ну и, наконец, новые героини, которую зовут Кроссель. Выглядит она довольно интересно. Такие, знаете, я бы сказал, какие-то футуристичные атаки у нее, потому что здесь, видите, какие-то появляются панели, скажем так, виртуальные какие-то панели управления. Выглядит она тоже довольно эффектно. Ну, мне нравится ее внешний вид. Что касается ее параметров, здесь у нас 1000 атаки, 46 кхп, 166 защиты. Она считается саппортом и по ее скиллам... Ну, смотрите, у нее помимо обычной атаки есть еще дополнительный навык, который вешает 5% щит на всех союзников на 5 секунд с небольшой оговоркой, что в командной арене этот навык будет работать маленько иначе. Ну, как именно, то есть, насколько там больше или меньше щита будет она вешать в командном бою, не уточняется. Навык цепи это 300% ДПС, а на 5 звездах она получает следующую особенность, что весь получаемый ей урон будет снижен на 20%, что весьма неплохо. Ну, и мимо этого, когда она попадает по цели своим Lighting Booster, это, в общем, обычная атака, и когда она попадает по цели своей обычной атакой, она вешает на нее метку и создает 20% щит, который длится 5 секунд. Ну что ж, звучит очень круто. Помимо этого, ее пати баф, это хп на всю команду 40%, вот это уже звучит не очень интересно, в том плане, что этот герой как бы уже точно не для рейда, но, может быть, на арене и в Колизее себя чувствует довольно неплохо. И помимо этого, у нее также есть особенность, что она наносит повышенный урон по танкам на 12%, в начале боя получает 5% щит, что делает, да, ее, возможно, неплохим героем для арены, но тут надо еще посмотреть. Надо, в принципе, посмотреть, что из себя представляет ее именное оружие. Здесь мы видим следующие показатели. Когда она активирует свой щит, она также увеличивает свою атаку на 25% на 5 секунд. Довольно неплохой прирост ДПС. Ну, а также при попадании по цели она наносит еще и 70% дополнительного урона, и вот этот дополнительный урон срабатывает раз в 3 секунды. Что ж, неплохой разгон дамаги за счет именного оружия. Ну, и, конечно же, ребят, было бы интересно ее протестировать, потому что, если честно... Так, ребят, что касается тестов, здесь сразу, да, при появлении в бою 3726 у нас щит, да, мы можем еще дополнительно накинуть, у нас будет 2 щита, но давайте их, наверное, сейчас скинем, чтобы нам не путаться. Давай, скинь нам. Мы можем пока что просто покидать на нее атаки. Кстати, вот что касается ее навыка, он, смотрите, он довольно круто выглядит, да, но он очень долго висит в одной точке. Это делает ее не самым интересным героем для арены, потому что, ну, на арене из-под вашего навыка, скорее всего, враг убежит. Ну, вот в Колизее, может быть, она задумывалась, как крутой герой для Колизея, да, в том плане, что щит на всю команду. Урон навыка, скорее всего, как бы в Колизее, понятное дело, боты тупые, они из-под атак не убегают, и там будет находиться, обдамаживаться, заряжать ее навык неплохо. Единственное, чего я действительно, ребят, не понял, так, ну, щит давайте вот сейчас потеряем, закинем полный щит. Ну, щит у нас тут 3725, да, мы получаем. Вот сейчас щита нету, активируем 3725, да. Но я не понял по поводу ее метки. Во-первых, ее метка, я специально проверял, можно пойти чай попить, что-то поделать, метка с врага вообще не падает. Может быть, это какой-то баг, может быть, так и задумано, но я и не вижу вот этих вот какого-то щита за счет метки, за счет попадания по цели. В общем, здесь я не понял. Либо я чего-то не понимаю, либо оно как-то забагано и не работает, но все это довольно-таки, ребята, странно. Можно еще, знаете, друзья, предположить, что здесь какие-то трудности перевода с английской версией игры, такое тоже периодически случается, и допустим, что этот навык работает так, что она получает пониженный урон от цели, на которую она вешает свою марку. Хотя при этом все равно странно, что эта марка висит бесконечно долгое время. Вот реально, ходил попить чай, возвращался, марка не спадала. Может быть, здесь действительно пока что баг, который потом пофиксит. Такое тоже часто бывает с новыми героями. В общем, в этом плане, ребят, пока не могу ничего сказать. Зато, что могу сказать, так это по поводу ее именного оружия. Могу сказать вам, какой оно дает бонус для коллекции. И это, друзья, бонус ХП плюс 1%. Ну что ж, в целом, вот я не знаю, по новому герою она выглядит, конечно, круто, но мне кажется... Мне... Не знаю, почему-то у меня такое ощущение, что это в целом герой, задуманный как герой для Колизея. За счет того, что она накидывает щит, за счет того, что она неплохо бьет по области, если глупые боты в Колизее не уходят из-под этой области, я думаю, они получают неплохой дамаг. Но это все, как бы, надо будет уже смотреть по прошествии какого-то времени. Насколько она будет действительно востребована. Может быть, она также себя и неплохо будет показывать в командной арене. Но никто не крутит героев специально только ради командной арены. Да, друзья? Так, ладно. Что у нас еще по поводу обновы? Наверное, следует сказать, какие бонусы мы будем получать за трату стамины, а также за прохождение ивентового рифта. Мы будем получать разные камни эволюции и также другие приятные вещи, такие как мили и прочее. Ну и за оптовую трату стамины мы тоже будем получать камни эволюции на тех героев, которые у нас сейчас находятся в баннере призыва. Также, что касается героев, Ирина теперь появилась на японской версии клиента, а значит, нам будет доступна японская иллюстрация и озвучка, а также такой герой, как Валенсия, получит английскую озвучку. Шикарная автоматизация нас ждет в кузнице для реликвий. Вот за это действительно большое спасибо разрабам, так сказать, за заботу об игроках. Смотрите, теперь мы сможем автоматически тратить нашу пыль для поиска нужных нам параметров. Вот, допустим, я хочу, чтобы мистическое развитие было сопротивление не меньше 56, потом шанс получения реликвий вот прямо 5% не меньше, урон по боссу, ну, предположим, меня интересует от 6,4, и ПВП урон, допустим, от 6,7. А все остальные параметры, предположим, мне вообще не интересны. И пыли я готов, ну, там, слить полтинник, да, предположим. Мы все жмем подтвердить, и он мне будет показывать, когда будут выпадать интересующие меня параметры. То есть все остальное он скипает, но когда выпадет что-то, что действительно мне подходит по моим запросам, он остановится и скажет, извините, здесь вот как раз что-то, что вас интересовало. Пока что... Пока что, как видите, не везет. А вот, опа! Остановилось. Что-то интересное. Максимальный мистик резистанс и 6,7% урона по боссам. Вот это я заберу. Что ж, я думаю, это значительно упрощает жизнь игрокам. При этом, конечно, все равно ротация, вы там заметили, не идет прямо очень быстро, но можно будет закинуть какое-то количество пыли и отвлечься, попить чайку, вернуться и посмотреть, что же там интересного выпало. Теперь, друзья, что касается магазина, тем более, что вы помните, да, что за 2700 самоцветов можно получить гарантированную крутку, поэтому посмотрим, куда можно слить деньги, чтобы эти гемы получить. Но! И для недонатеров здесь тоже есть интересное предложение. За 5000 самоцветов можно получить вот это все, но получать вы будете это постепенно в течение 7 дней. Но, знаете, вот с такими наборами я еще, как в прошлый раз, когда подобный набор в игре был, чтобы не путаться, можно выкинуть из этого набора 10 контроллеров призыва, скинуть цену в самоцветах до 2300 самоцветов вот за все это. Так гораздо проще этот набор, мне кажется, воспринимается. Готовы вы это брать или нет? Ну, а что касается донатеров, я сейчас медленно пробегусь вниз, и вы посмотрите, что вы тут для себя интересного можете прикупить. Ну, а мы, так сказать, все недонатищие люди, переходим дальше и смотрим, что нас ждет в костюмах героев. Здесь у нас есть новый костюмчик на нового героя. Да, вот такой вот у нас получилось масло-масляное. Ну, а также костюмчик, что это? Это, кажется, Лоли Лилит, когда она еще была молодой и не такой опытной. Ну, а все остальные костюмчики уже в игре ранее появлялись. И что касается скинов на оружие, здесь у нас в этот раз небогато, несмотря на то, что, как обычно, 8 скинов, но только один новый, потому что вот эта палка, по-моему, уже в игре была. А эти когти, я хотел сначала сказать, что это оружие под нового героя, но у нее ведь кастеты, а не когти, да? Хотя, как бы, по цветовой гамме похоже, поэтому я и думал упомянуть нового героя, но нет, ребята, это просто у нас новые коготки, которые у нас в игре появляются. И на этом, в принципе, что касается магазина, все, но не все, что касается обновой. Еще, друзья, ну, сейчас я вам вот здесь вот показать в баннере не могу рейд, потому что он начнется на корейском сервере 10 сентября, но, тем не менее, слив информации по рейду уже есть. Вот так будет выглядеть следующий рейд. Тут, что примечательно, добавляется абсолютно новый босс, с которым мы раньше дел не имели. Это вот этот вот парень слева стихии тьмы. Кстати, что интересно, уже второй раз за короткое время разрабы добавляют новых боссов, и оба эти босса были темной стихией, хотя последнего, а именно пришельца, мы в действии не видели, но зато его видели в деле корейцы. Я думаю, у нас он тоже рано или поздно в будущих рейдах появится. Ну, а в остальном, друзья, также добавят новую карту КООПа обороны, которую мы еще не видели, и помимо этого будут незначительные изменения в КООПе защиты, а именно, если помните, там раньше были такие враги камикадзе, которые доходили до башни и взрывали ее и себя, и при этом они могли нанести урон рядом стоящим игрокам, при этом уничтожив их практически за одну атаку. Вот теперь сделали так, что эти враги-самоубийцы, они при взрыве не будут наносить урон игрокам. А помимо этого, когда на карте КООПа будет появляться босс, также на мини-карте будут показывать, что вот мини-босс, он там, он появился, привлекая ваше внимание. Ну, и помимо этого, конечно же, работа над ошибками, ряд исправлений, я выведу их просто на экран, кому интересно, почитайте. Тут, наверное, из самого интересного стоит отметить такой момент, который разрабы пофиксили. Я даже не знал, что в игре существовала такая проблема, а именно в командной арене, когда нужно было собрать сундук в центре карты, обузили фишку с перерождением, допустим, той же самой вампирши Карины, да, по-моему, ее зовут, или как-то обузили фишку с неуязвимостью Ханны, когда ее здоровье падает ниже определенного уровня. Вот теперь эти проблемы будут разработчиками исправлены. Ну, а еще такой незначительный момент, как опять же снова поменяют иконку игры в вашем телефоне на иконку с вот этой вот новой героиней. И, друзья, этого не будет в следующем обновлении, но тем не менее разработчики анонсировали, они сказали, что на корейском сервере в начале октября ждет повторение ивента с коллаборацией Slayer's Next. Ну, для нас, соответственно, где-то это будет в середине октября. Те, кто не смог себе выбить Зелоса или ту же самую огненную Лин, которую сейчас так массово используют и в Колизее, и в Арине она встречается. В общем, у вас будет теперь, друзья, второй шанс. Так что, если вам это интересно, начинайте копить гемы уже сейчас. А у меня на этом все, друзья. С вами был 11.1. Большое спасибо за просмотр. Ах, да, еще один момент. И чуть не забыл, поскольку монетизация на YouTube нынче, можно сказать, практически не работает, если вам нравится то, что я делаю и у вас есть возможность меня поддержать, я специально завел бусти. И, в конце концов, надо же откуда-то брать ники, которые будут появляться в конце каждого ролика. Ну, а еще будет выходить уникальный материал только для спонсоров, а также оригинальные роли в Дискорде и прочие другие плюшки. Кому интересно, поинтересуйтесь по ссылке в описании. Так что, друзья, если у вас есть такая возможность, поддержите меня по ссылке в описании. Ну, а у меня на этот раз точно все. Спасибо за просмотр и до новых встреч!